Радио Болтком Не запретите вы пластиковые пакеты, от этого воздух чище станет. Что на самом деле происходит с климатом? 20 тонн углекислого газа на душу населения. Слушайте по пятницам на Радио Болтком. Авторскую программу Константина Рангса. Климат-контроль. Действительно, только что называется открыть ящик Пандоры. Итак, доброе утро, пятница. Самое время для климат-контроля. Доброе утро, Александр Шунин в студии. Константин Рангса с нами на связи. Доброе утро, Константин. Добрый день. Со старым Новым годом вас. Что год грядущий нам готовит? Или давайте на год не будем загадывать. Хотя бы поговорим о будущей неделе. А то сегодня он как дует. Вообще неизвестно о чем приходится думать. К чему все это приведет? К чему все это приведет? Почему оно дует? Очень хорошо, потому что, в общем-то, ситуация довольно серьезная. Скорость ветра порывами до 28 метров в секунду. И я бы на что обратил внимание. Направление ветра такое, что можно ожидать как раз водных нагонов. Ведь не случайно говорится о повышении уровня воды в регионе, в том числе в Рижском регионе. Его невозможно на один метр. А это уже угроза подтоплений, особенно в прибрежных зонах. Тут видите еще какое дело. У нас вот этот ветер совпадает с дождями. Сейчас, во-первых, резкое повышение температуры, таяние снега, дождь. Это означает, что реки будут сейчас, так сказать, вспухать. А с другой стороны, со стороны моря будет идти мощный ветер, волнение. И это будет создавать эффект вот этой самой такой плотины, жидкой плотины. В результате чего реки будут, опять-таки, как говорится, стремиться выйти из берегов. Поэтому нужно следить за сообщениями наших служб, средств массовой информации, держать включенными радио, чтобы быть, так скажем, в курсе развивающихся событий. Ну или просто почаще смотреть в окно. Но хочется отметить, что, в принципе, уже второй месяц синоптики предупреждают о вспухаемой воде, об угрозе подтоплений, какая-то нетипичная зима. Я таких предупреждений, скажем, год назад, два года назад не помню. Да, были паводки, были наводнения. Но, как правило, в конце зимы и где-то в районе Крузпилса-Екопилса или внизу Векдаугава, хорошо, Ветсдаугава, некоторые районы Риги, но так, чтобы на протяжении полутора месяцев и по всей стране, ну, это что-то уникальное? Или на что-то мы не обратили внимания, Константин? Не, ну, прежде всего, это вот тот самый случай, о котором и говорят. Что изменение климата, о котором все говорят, это не означает, что у нас, я говорю, все расцветет и будет сплошное лето. Как раз нет. Ситуация напоминает раскачивающиеся качели, об этом мы говорили еще в ноябре. Смотрите, что получилось. У нас в декабре уже, да, и потом в декабре началась зима. Морозы были, да, снегопады. Потом бах, просто разу после Рождества, к Новому году у нас все поплыло. Вроде все поплыло, снег начал исчезать, потом опять раз, опять похолодание, опять снег выпадает. И, судя по прогнозам, нас вот и на следующей неделе ждет какой-то сумасшедший дом. То есть, в принципе, температура будет скакать от минусовой в плюсовую, будет периодически выпадать снег, и периодически он будет с тем же успехом таять под ударами дождя. То есть, собственно говоря, на ближайшую неделю или 10 дней вот такой вот такой неврастенический прогноз погоды. И самое главное, обидно, что трудно предсказать, что будет конкретно, поскольку идет борьба антициклонов, циклонов. Все это в очень таком нестабильном состоянии. И поэтому даже самые метеорологи дают очень высокую такую маржу между, так скажем, точно предсказанным и возможным. Вот очень интересно, финские метеорологи, они как раз дают вероятностные вот эти вот зазоры, так на них смотреть страшно, типа того, что ну будет или не будет, вот примерно да. Потому что действительно сейчас очень трудно сказать, что будет через неделю. Одно ясно, будет постоянная борьба холода и тепла, а это значит, погода будет очень нехорошая. Периодически будут периоды гололеда, снег, а потом это все будет, как говорится, идти в сторону повышения температуры. Так что будем осторожны. Нужно очень будет планировать. Безусловно, безусловно, надо следить за собой, быть осторожным, прислушиваться к прогнозам, даже какими бы вот такими истеричными они ни были. Давайте поговорим о возможных последствиях подобных перепадов. Ну, скажем, наверняка же нас ожидает урон сельскому хозяйству. Это отразится. Это обязательно. Это обязательно. Потому что, ну что такое, вот сеют озимые, так называемые. То есть сеют осенью семена в почву, да, в расчете на то, что вот они поднимутся, перезимуют под снегом зиму и рано, вот как только наступит весна, дальше пойдут в рост. Таким образом, можно получить два урожая в год, по сути дела. Но сейчас то выпадает снег, потом этот снег стаивает, потом ударяют морозы, такие неслабые. Все это, естественно, гибнет. Потом опять идет дожди, потом опять выпадает снег. Собственно говоря, это очень серьезный ущерб. И земля, это и зерновым культурам, это очень плохо влияет на плодовые деревья. Прямо скажем, они же не чувствуют, что весна наступила, самое время распускаться. Слава богу, перерывы такие были еще небольшие. А то впереди у нас ждет действительно очень неприятная зима. И по весне, и даже к лету, я думаю, это будет связано с подорожанием, приведет к подорожанию многих местных продуктов питания. О чем мы уже неоднократно тоже говорили в нашем эфире, но пришла беда, откуда не ждали. Мы все привыкли, что на ценах отражаются какие-то другие факторы, и подорожание стоимости энергоносителей, и топлива, и все это тянет за собой по цепочке другие. А тут вот, пожалуйста, еще, если не сдует, то смоет семена, если не сдует, и не смоет, то прилетят птицы, которые тоже никуда не улетели, и все это съедят кошмар. Но, хорошо, предположим, мы предупреждены, что такое может быть. А последствия, точнее, как это отражается на здоровье самого человека, эти перепады? И кто страдает, кто чувствует тоньше других? Плохо они отражаются. Хуже всего, например, люди, у которых нестабильное кровяное давление, гипертоники или гипотоники, но гипертоников в наше время не так много. А гипертоники, это люди, которые с повышенным давлением, которые очень плохо переносят его резкие изменения. То есть, плохо переносится как резкий подъем, так и резкое падение. Ключевое слово здесь именно резкий. Да, потому что, когда изменения плавные, прошу прощения, то в этом случае все не так страшно. А вот сейчас, да, очень сложно. Как к этому можно подготовиться, обезопаситься, подстраховаться? Какие советы есть? Ну, врачи советуют вот сегодняшний день, например, вообще, не никогда такие резкие скачки, но сегодня особенно. нам нужно максимально быть аккуратными. То есть, как говорится, не постараться всем метеочувствительным людям мало, ну, меньше нагружать себя. Не делать резких движений. Не делать резких движений. С учетом того, что еще на завтра магнитная буря прогнозируется на субботу, то, как говорится, тем более нужно быть аккуратными, внимательными к своему здоровью, пить прописанные лекарства, не заниматься, не нервничать по возможности, не, так скажем, не шибко праздновать наступление старого нового года, вот, потому что это тоже влияет на давление и вообще на работу всех систем организма. Поэтому, в общем-то, так, спокойнее, спокойнее, спокойнее. Главное, как говорится, пересидеть. Константин, как, все понятно, но как можно не нервничать и сохранять спокойствие с такими счетами затопления, которые начинают нам прилетать? Ну, это же кошмар. Ну, это уже объективная реальность. Последние несколько дней в социальных сетях, это же, что называется, действительно, вполне обоснованное стенание, потому что, когда люди получают за какую-то трехкомнатную квартиру в Риге, что в обыкновенном доме советской постройки счет под 300 евро, то, конечно, можно, и причем это же счет именно за вот эти вот за отопление, без света, заметьте, без света. То, понятно, почему у людей, как говорится, раскрываются глаза. Сейчас вот статистика была, что есть у нас, есть в Латвии раот, скажем, самоуправление, где стоимость отопления была где-то порядка 40 евро за киловатт, за мегаватт час тепловой энергии, а есть и те, где оно чуть ли не в два с половиной раза больше. То есть у нас даже в пределах одной страны, прям, скажем, небольшой, уже такая разница. Но тут нужно сказать, что ведь разница ведь в том, как каждое самоуправление отапливается, чем оно отапливается, какие существуют коммуникации. Все это, вот как вот вы сказали, что пошла цена, повысилась цена на газ, на закупаемый, повышается цена на электроэнергию. С другой стороны, если было бы много электроэнергии у нас, условно говоря, станции бы, наши гидроэлектростанции, работали постоянно, то есть у нас были бы регулярные осадки, вот эти такие равномерные и регулярные, то, наверное, было бы больше электричества, больше электричества, цена бы на него уменьшилась. Хотя, в принципе, говорят так, сейчас у нас интересная система, мы сдаем свое электричество на электронную биржу, биржу электричества Нортпол, а уже потом там же его, это самое электричество, и закупаем дальше для своего пользы. То есть, конечно, все очень современно, придумано, но у меня иногда возникает такое впечатление, что то, что у нас вот придумано было, это было придумано для периода вот такого более-менее спокойной жизни такой, знаете, когда все вроде тихо так хорошо, а как только наступают какие-то сложности, то вся эта система начинает идти потихонечку в разнос, и вот куда она придет, совершенно непонятно, потому что ясное дело, что люди, которые вынуждены будут отдавать изряднейшую часть своей зарплаты на оплату коммунальных платежей, вот, эти люди будут, как говорится, объективно выброшены из экономической жизни, ну, так вот, по сути дела. Меньше они будут ходить по магазинам, они будут меньше что-то покупать, меньше будет денег на развлечения, и так далее, и целые отрасли тоже это испытают, что народ становится беднее. И вот это да. Это очень плохо, это очень жалко и дико грустно. С другой стороны, невозможно не заметить, что в странах, как принято называть, старой Европы, западной Европы, никогда так легко не относились к коммунальной сфере, так как у нас. У них всегда умели считать и электричество, и воду, и обзавелись давным-давно привычками, которые нам кажутся странными и диковатыми, ну, скажем, принимать душ поздно ночью или стирать поздно тоже ночью, как можно меньше пользоваться светом и так далее, все из соображения экономии. И вот, наконец-то, мы так хотели жить по-европейски, но мы-то понимали, что по-европейски это красиво, это говорить на куче языков, это ездить по автобанам на дорогих машинах, откуда все это возьмется, мы не до конца придумали, но вот она обратная сторона, той самой европейской медали, экономия на всем и вся. Ну, правильно, потому что, заметьте, и при этом европейцы имеют доходы, несравнимые с нами, и это все происходит, почему? Потому что их страны являются активными, так скажем, производителями на мировом рынке, и, так скажем, мы должны же действительно соблюдать какой-то баланс, страна должна что-то зарабатывать. И, конечно, она зарабатывает, у нас есть предприятия неплохие, но этого явно, судя по всему, недостаточно. К тому же, надо сказать, что и те же самые, вот, так сказать, вот подходы, например, этот пресловутый кирпич в бачок для унитаза, чтобы каждый смыв был меньше, я про него слышал, про этот кирпич 40 лет назад, в начале 80-х. Тогда это казалось полной ахинеей. А сейчас, вы посмотрите, сейчас уже все нормальные сливные бачки обладают двумя кнопочками, побольше и поменьше. Извините, такая деликатная тема, но без этого никуда. Если начинаешь дальше считать, посудомоечная машина, посудомоечная машина, в принципе, если дорогая вода, особенно горячая вода, то посудомоечная машина экономнее, чем мыть посуду руками. Мало того, что она экономит время, так она еще действительно использует меньше воды для того, чтобы отмыть эту самую посуду. Другое дело, что если растет электричество, то может оказаться, что она невыгодна, поэтому появляются всякие варианты использования этой машины. В смысле, в самой машине разные варианты. То же самое со стиральными машинами. Появились же машины, в которых особо выделяется особый экономичный способ стирки. Мало используем воды и мало используем и мало нагреваем. Но для того, чтобы это использовать, нужны особые стиральные порошки. которые стоят денег. Интересно, что те же самые финны, люди весьма экономные, которые я знаю, они считают, что у них в итоге получается. И смотришь на человека, и вроде бы живет в хорошей квартире или в доме, и машина у него хорошая, а при этом он не гнушается все это пересчитывать. И когда он выбирает, что он пойдет покупать, то он будет трижды думать о том, он купит модное, какое-нибудь эффектное что-то, или он все-таки эти деньги отложит, потому что неизвестно, как жизнь повернется в ближайшее время. Но опять же, там же никто не радуется по этому поводу. Все прекрасно понимают, что гораздо лучше было бы не считать вот так все, а потреблять больше и больше для своего собственного удовольствия. Ну, а мы, к сожалению, вот только, как вы правильно заметили, только сейчас приходим к этой самой системе. Кстати, обратите внимание, те же самые французы, немцы, те же самые финно-шведы, итальянцы, испанцы, как они активно протестуют, стоит там в чему-то измениться в экономической сфере. Ну, потому что они уже все рассчитали, они привыкли к этому, поняли, что да, все, мы живем вот так, вдруг раз правила меняются, ну, как здесь не возмущаться, как здесь не протестовать, у нас, кстати, наш разговор, безусловно, вызывает реакцию, и наши слушатели, и зрители на Фейсбуке присылают СМСки в Вотцап, чат на номер 2306191, вот, например, такая цитата, не пора ли нам сокращать чиновников, вот будет экономия, и более реальная реплика, тоже слушатели прислал, у меня цена за мегаватт газа за год выросла с 37,5 до 167 евро, 450 евро за ноябрь за три комнаты, я не малый имущий, но, видимо, стану, ну да, вот такая реакция, в общем-то, к нам приходит вполне ожидаемо, Константин, говоря об этих всех изменениях, я сейчас даже не про климат, я сейчас про наши счета, не пора ли поставить на паузу тот самый зеленый курс, который взяла Европа и, безусловно, наша страна среди прочих стран Евросоюза, ну, не выгоден он сейчас, ну, по крайней мере, когда говорят о каких-то изменениях, да, то сейчас становится ясно, что нужно задаться вопросом, зеленый курс для людей, живущих ныне, прямо сейчас, да, не для далеко идущих поколений, или же мы будем, как скажем, бежать за далеким-далеким светлым будущим, вот это, кстати, вот мне, как человеку поколения, которому за 60 очень хорошо вспоминается, что уже такое было, а светлое будущее так и не наступило, да, ребята, вот сейчас потерпим, но наши дети будут жить и внуки при таком счастливом, счастливом будущем, а на это будущее все как-то не наступало и не наступало, вот, и вот это очень важный момент, у меня такое впечатление, что вот это вот такой вот энтузиазм, такой бюрократический энтузиазм, о том, что давайте сейчас вот все вот так вот изменим, да, он делается, он, знаете, без расчета реального положения вещей, без расчета проблем реальных людей, вы посмотрите, вот в Польше, даже Евроньюз, телеканал, который, в общем-то, очень положительно относится к зеленой тематике, вот на днях был сюжет из Польши, где говорили о том, что поляки показывают счета за отопление, за газ, выросший в три раза, всего лишь по сравнению с прошлым годом, и где разговор идет о том, что предполагаемые планы прекращения добычи угля, это неминуемо приведет к еще большему росту цен, ухудшению качества жизни в стране, и что просто-напросто целая страна, вот такая, как Польша, большая страна по европейским меркам, она просто станет, будет в оппозицию вот этим инициативам, и ведь главное, еще как инициативы-то идут, вот это объявляют о том, что будет запрет на установку новых газовых котлов, ну, простите, не далее, как 15 лет тому назад говорили о том, что, о, как замечательно, нужно уходить, вот, например, от другого вида топлива в пользу газа, он чистый, он меньше загрязняет атмосферу, нету сажи, и вообще это современно, эффективно, все прекрасно, теперь, оказывается, газ стал плохо, а топить давайте будем дровами и пеллетами, но при этом как-то совершенно забывается, отчего 15 лет назад отказывались от них, потому что при сгорании дерева и пеллет выделяется не только углекислый газ сам по себе, а выделяется огромное количество сажи, фенольные соединения и всего прочего, что содержится в дыме, микрочастицы там опасные, и вот можно себе представить, как если сейчас вот отопители все пересядут с газовых систем на те же самые пеллеты, какой будет атмосфера над нашими городами, господа, так тут надо подумать вообще, что мы собираемся делать, электричеством, о, прекрасно, весь вопрос, у нас что, стоят какие-то мощные источники электроэнергии, мы сейчас идем на то, чтобы разорвать кольцо Брелл и перестать покупать электроэнергию в Белоруссии и в России, у нас откуда взялись источники электричества, естественно, что при любом дефиците рынок среагирует на это ростом цен, и дело-то не может быть не в том, что не нужно было отсоединяться и присоединяться к Западной Европе, к западноевропейским сетям, но может быть нужно было бы тогда заранее думать о том, что нам нужно строить какие-то новые электростанции, и не только ветряны, потому что, как показывает опыт этой осени, ветра может просто не быть в нужном количестве. Ну, у нас хватает малых ГЭС, проблему это тоже не решает. И хватает, так можно отключить еще наши теплоэлектростанции, которые тоже работают на газе. Ведь у нас сопременно не подавайте такую идею. Константин, вас просят прокомментировать такой вот нюанс, правительство Польши снизило НДС на теплоэнергию и на продукты вообще сняло. Ну, да, действительно, так и есть. В некоторых странах идут навстречу жителям и снижают налоги в отличие от нас. Константин, ваш репетт. Я хочу сказать, что в Польше вот за всю минувшую осень был целый ряд выступлений, очень активных выступлений в шахтерских южных районах. А шахтеры, как известно, это очень активный авангард пролетариата. Они выступали организованно с демонстрацией, митинги, пикеты в защиту своей угольной отрасли. И не только они. Посмотрите, вся Польша бурлит. И естественно, что правительство, правящая партия, она не может не обращать внимания на выступления широких народных масс. У них и так там проблем своих полно и с ЛГБТ сообществом, и с правом на аборты. А тут еще вот это подвалило. Так что это вполне естественное и закономерное решение польских властей. Не доводите ситуацию в стране до критического взрывного состояния. И, кстати, это не только в одной Польше, такие проблемы. Не только. Не только. Во многих странах Европы, в общем-то, проходят выступления такие, можно назвать их антиправительственными или, скорее, даже не антиправительственными. Люди-то не против правительства. Люди против таких бешеных счетов в квиточках своих. Люди против выбранного курса. Вот мне кажется, что это придется... Да нет, в курсе, в самом курсе в зеленом нет ничего дурного, в самой идее красивой и правильной. Просто, наверное, не совсем своевременной. И действительно, альтернатива-то не готова. И вы об этом говорите. Да, окей, мы разрываем какие-то связи экономические, нам это по какой-то причине невыгодно, но должна быть альтернатива умной и правильно просчитанной. да, мы отказываемся от этого, но вместо этого у нас будет вот это, которое нам будет выгодно по совокупности причин, и действительно, так и должно происходить. Пока что происходит только первая часть матча, отказываемся и не просчитываем на шаг хотя бы на два вперед, к чему это приведет. Но, к сожалению, это не раз и не два происходит у нас вокруг. Мы продолжаем принимать, конечно же, звонки. Да, сейчас не успели снять трубочку, но можете смело перезвонить. номера телефонов 67212-939, 67213-939, номер чата у нас в WhatsApp 2-3-0-6-1-9-1. Подобные это удорожание. Оно теперь с нами навсегда или через месяц-два в силу, во-первых, естественных причин закончится отопительный сезон, конечно же, счета будут другими в следующую зиму. Что у нас ожидает? Ну, с точки зрения климатического это не знает никто. Есть общий как бы тренд, что климат будет меняться и, как говорится, в зимний период он будет становиться все более и более таким истерическим, то есть будут и резкие, очень высокие повышения температур и при этом провалы низких температур. Вот в этом как бы специалисты более-менее солидарны. Нас ждет лето, которое тоже может быть с одной стороны богато такими тропическими ливнями, а с другой стороны тропическими ночами. То есть температура, когда будет даже ночью повышаться стабильно выше 20 градусов, днем хорошо за 30 будет и это тоже будет, кстати, вредно и для сельского хозяйства, и для здоровья наших жителей. Ну и, конечно же, возникает вопрос о том, что как мы будем подходить к следующей зиме, есть надежда на то, что, как говорится, цены на газ снизятся, и вообще все будет хорошо, людям свойственно надеяться, но, в общем-то, говорить о чем-то можно будет после того, как закончится отопительный сезон, когда действительно начнут снижаться вот эти самые платежки, вот тогда можно будет сказать, как люди, как наше население пережило вот этот период. и, в принципе, какой будет реальный ущерб. И к тому же не нужно забывать фактор этого ковида, он становится действительно таким еще одним фактором неопределенности, который заставляет думать о том, что же у нас и как будет работать. Не случайно, например, вот сейчас разговоры идут о том, что значительные разделы нашей экономики, они же, в частности, в первую очередь, туризм, система Хорека вообще, они же практически разбиты. Говоря о счетах, кстати, в продолжение темы счетов и Хорека, вчера в ленте Фейсбука я видел, управляющая одной из рижских центральных гостиниц выложила, как сейчас стало таким трендом, свой счет за неделю, за неделю она включила отопление, просто, чтобы здание немножечко прогреть, 4000 евро. Ну, это завал, какие-то такие астрономические суммы, то есть, понятно, то, что мы получаем за свои квартиры, тоже много, но тут это рекордная цифра, которую я видел. Константин, у нас есть звонок, я обещал принять, должен выполнить обещанное. Доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. Еще недавно выступали против вырубки лесов, сейчас мы перейдем на дрова. Скажите, а лесов-то намного хватит? надолго? Это же не трава, которую можно косить два раза в год, чтобы были дрова, а надо же как следует дерево вырастить. Спасибо. Спасибо. Ну, вот, понимаете, как раз и возникает вопрос, что принятие решений, тех, как вот с этими пресловутыми столбиками, это все мы получаем, знаете, как такой ящик, из которого бамс приходит такое решение. Почему приходит это решение? Как оно обосновано? Советовались ли с жителями? Нет, ведь ничего нет. Кто советовался с жителями по поводу установок этих злосчастных пластиковых столбиков летом? Вы знаете, Константин, ладно, что установившие столбики не советовались с горожанами, это нельзя понять, но можно допустить, но то, что они не посоветовались с оперативными службами, и первые, кто на них пожаловался, была неотложная медицинская помощь, которая не знала, как подъехать на вызов. Вот это, конечно, поражает. У нас, ай, сорвался звонок, может быть, вы еще перезвоните. Перезвонили, есть звонок, принимаем. Доброе утро, здравствуйте. Белорусы. Доброе утро. Ну, так, белорусы сейчас второй АЭС будут строить и почти 100% покрывать своей электроэнергией. А мы очень активно протестовали против Северного Патока-2. Вот мы и получаем все эти повышенные цены. В принципе, реплика понятна, спасибо за мнение. Ладно, белорусы не в Европейском Союзе, а вот у нас чуть севернее 350 километров Финны, да, они буквально вот сейчас запустили пятый атомный электроблок, очень мощный, самый мощный из тех, которые есть. Его, правда, строили практически 20 лет. Это потрясающий долгострой. Но, тем не менее, с Божьей помощью запустили. Есть надежда еще еще построят, и они это объясняют как раз именно этим самым простым вопросом. Мы живем на севере в стране, где всегда будет зимой холодно и сыро, и поэтому у нас должна быть энергия, чтобы нам обогреваться, и эта энергия должна быть доступна для нашего населения. То есть, погодите, и я могу точно сказать, что, например, те же самые местные самоуправления финские, там сейчас как раз идет период выборов местных, это очень важно, они как раз там постараются постоянно находиться в контакте с местными жителями, чтобы понимать, что же действительно нужно этим местным жителям. Поэтому, когда разговор идет о том, что давайте-ка мы вот с 25-го года больше не будем ставить новые газоотопительные системы, вот эти котлы, ну так, ребята, так может быть сначала стоило бы обсудить эту тему с людьми. Будем мы, не будем, а то у нас получается так, где-то там, в Брюсселе, в Страсбурге принимается какое-то весьма интересное решение, причем принимается людьми, для которых заплатить подороже за отопление не представляет проблемы, вот в чем дело. Мы готовы выплачивать 4,5 тысячи дотаций на покупку электромобиля, который может стоить больше 35 тысяч евро, человек, который за 35 тысяч евро или 40 тысяч евро собирается купить электромашинку, для него 4,5 тысячи евро не являются определяющей суммой. У него так уже получается, деньги-то есть. Но, а вот, извините меня, машин, которые стоят электромобили, которые стоят 12, например, тысяч евро, и тогда это очень хорошая помощь была бы, таких мы на нашем рынке не видим и каких-то идеи о том, как эти машинки появятся на нашем рынке, тоже как-то нет. Такие рынки, такие машины производят в Китае. Ну, как я понимаю, мы сейчас с Китаем не слишком в хороших, так скажем, взаимоотношениях. Вот тут возникает какой-то странный вопрос о том, что возникает элемент социальной несправедливости. получается, что вся эта зеленая, так скажем, политика, она для тех, кто может за это платить, для богатых. Но сидеть мы в Киаме будем все вместе. На этой оптимистичной ноте предлагаю закругляться. Я бы и не предлагал закругляться, но таймер показывает, что на самом деле пора, наше время эфирное выходит. Константин, огромное спасибо. Хочется напомнить, что в Латвии, в Финляндии сейчас выборы, в местные самоуправления у нас выборы этой осенью и парламентские. Посмотрим, каким решением, какие решения нас ожидают в это оставшееся время, какая коммуникация с нами, с населением, с простыми жителями нас ожидает. Ну, а что касается прогнозов погоды на ближайшее будущее, то он следующий. В понедельник в Латвии также ожидается очень сильный ветер. И говоря, очень сильный, мы подразумеваем, точнее, синоптики прогнозируют от 18 до 23 метров в секунду. На побережье местами порывами до 28. Погоду будут определять несколько циклонов. Так что следим за собой, будем осторожны. Метеочувствительные знают, что делать. Всем здоровья, всем добра. Константин, еще раз огромное спасибо со Старым Новым Годом. На связи через неделю. Всего доброго. Пока. До свидания. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова